Что такое дублирующий контент? Представим, что у вас есть ваш видеоролик и вы его разместили на YouTube. Он продолжительностью 3 минуты. И вот тут для меня было инсайтом и непонятным словом от слова вообще, что вы говорите «Я не хочу размещать этот ролик на ВКонтакте, потому что в этом случае это будет дублирующий контент». Нет! Дублирующий контент – это одинаковый контент в пределах одного хостинга или одного сервиса. То есть, если вы этот ролик разместите у себя на другом канале, как делают некоторые товарищи, то есть, если вы этот же ролик переведете на английский язык и разместите на другом канале, а потом переведете его на испанский язык и на третьем канале, вот это и все это будет на одних каналах на YouTube. Это называется дублирующий контент. Либо вы возьмете, снимете три ролика и потом начнете их миксовать. Этот спереди, этот сзади, этот там пятое, десятое – тоже дублирующий контент. Но если вы один ваш ролик разместите на YouTube, потом как мы рекомендуем ВКонтакте, этот же ролик разместите на видеохостинге, зальете напрямую в Facebook, этот же ролик зальете в Одноклассники и этот же ролик зальете на, допустим, условно в Vimeo, то у вас будут раз, два, три, четыре, пять роликов на разных видеохостингах. Почему? Потому что YouTube по барабану какие ролики есть в ВКонтакте. Абсолютно! Ему бы с своими справиться. И вот мы вас учим в школе, в клубе даем, да, о том, что здесь важно делать ролики свои, там, это называется посев, продвигать их. Что делаете вы? Какая делаете вы ошибка главная? Вы берете и делаете репост. Вы, делая свой YouTube ролик, потом репост в ВКонтакте, репост в Facebook, репост в Одноклассники и такие, what is it? А почему у меня здесь не продвигается видео? А ничего не напоминает? Слово конкуренция вам что-то говорит? А я скажу, вам приведу. Конкуренция в этом случае является, где? YouTube это социальная сеть, Facebook социальная сеть, ВКонтакте социальная сеть и Одноклассники тоже социальная сеть, Pinterest тоже социальная сеть. И они друг с другом конкурируют за пользователей. И если вы ролик YouTube размещаете ВКонтакте, либо в Facebook, что удивительного, что в Facebook или ВКонтакте его не продвигает. Это логично, а не удивительно. И когда вы начинаете удивляться, то вы удивляете меня. Потому что люди, если ВКонтакте, они переходят на ролики YouTube, то они смотрят внутри социальной сети ролик другой социальной сети, на платформе этой социальной сети. И шанс того, что им в это время YouTube подкинет рекомендованное видео или рекламу свою, очень и очень велик. Что такое дублирующий контент? Я своими словами расскажу. Если вы заливаете одно и то же видео в YouTube в разное время на свой канал, либо чуть-чуть его видоизменяете и заливаете, либо кто-то берет ваше видео и заливает к себе на канал, то YouTube очень быстро определит и назовет это дублирующий контент. Дальше все по накатанной. Дальше все предельно просто. Если вы автор, то вы можете, вам YouTube покажет, что ваше видео использует вот там, там, там. Если вы не автор, он тоже вам покажет, что вот там, там, там используется это видео и вам может прилететь. Поэтому будьте аккуратны и смотрите внимательно. Ну а если вы размещаете свой видеоролик на других отличных от youtube.com платформах, то это не считается дублирующим контентом. Пара-бара-бам! 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 Пара-бам! Пара-бам!